Городской этап Олимпиады по избирательному законодательству стартовал на базе 48-й школы Белгорода. Он традиционно проходит в первом месяце года и объединяет учащихся среднего звена и старших классов. В этот раз свои знания проверяли 130 школьников. Ксения Голуб расскажет подробности. Читайте грамотно вопросы, не суетитесь и все в вашей жизни получится. Предмет избирательное право не входит в число обязательных и если изучается в школе, то только факультативно или на уроках общества знания. В 48-й школе собрались знатоки этой дисциплины. Готовясь к Олимпиаде, школьники учили Конституцию, вникали в тонкости избирательного законодательства, встречались с сотрудниками избиркома. Десятиклассница Злата Вороненко принимает участие в соревновании юных правоведов во второй раз. Признается, считает эту тему одной из самых интересных. Корни идут из семьи, мои родители юристы и моя бабушка тоже. Мне вообще интересно право избирательное, тем более, потому что все мы будущие избиратели и нам это важно знать. На счету Влада Королева это уже четвертая Олимпиада по избирательному законодательству. Молодой человек неоднократно становился призером. Большой плюс того, что когда люди начинают говорить о выборах, ты понимаешь, что ты больше знаешь об этом и можешь им как-то помочь в этом, как-то научить их, даже объяснить что-то. Школьникам предлагают ответить на 30 вопросов, которые касаются терминов и понятий избирательного законодательства, а также решить практические задачи. На выполнение заданий отводится полтора часа. Победители, а их всего шестеро, получат право представлять город на областном этапе. На протяжении последних лет у нас наши победители городских олимпиад участвуют и в областной олимпиаде, и побеждают. Это очень хороший показатель. Это детям интересно. И то, что они делают, и здесь прививаются к этим всем вопросам, это тоже высокий уровень именно развития и образования, и правовой культуры на территории города Белгорода. В нынешнем соревновании правоведов участвовали 130 человек. Это ученики среднего звена и старшеклассники. Результаты испытания станут известны 25 января. Ксения Голуб, Сергей Драчев. К этому часу. Белгород.